Доктор философских наук Здравствуйте, дорогие товарищи! Тема эта у нас здесь прозвучала в прошлом году. Вы помните, я читал такую более обобщенную лекцию о коренных русских вопросах, и там вспомнил, кто виноват Герцена, что делать Чернышевского, и чего же ты хочешь, куча этого. Ну и вот с тех пор я обещал, что по каждой из этих книжек, по каждому из этих вопросов мы пройдём отдельное занятие. И точно, я вспоминал за этот год эту тему, даже где-то сделал выступление, и чем больше я углубляюсь в неё, тем больше я понимаю, что мы довольно легковесно её воспринимаем, эту тему и этот вопрос. И даже теперь я понял, что и сам Герцен, он, конечно, имел в виду такую моральную ответственность, и книга, поэтому она не даёт ответа на вопрос, кто виноват. И более того, сам Александр Иванович говорит в конце, что тут трудно сказать, поэтому я это отсылаю на суд читателя, как решит читатель. И вот мы ломаем голову уже сколько, скоро двести лет над этим вопросом. Но правда он в такой формулировке похож на действительно вопрос такой этики, морали и права. И обычно, вот я говорю, что мы недостаточно глубоко углубляемся, потому что для нашего массового сознания, для массового общественного сознания это вопрос права. Вот кто виноват в суде, там устанавливают каждый раз. Вот Иванов, Петров или Сидоров, и в конце концов отправляют там на какое-то время в места не столь отдалённые. Тогда как на самом деле это вопрос очень большой, вопрос такой философский и религиозный даже в какой-то мере раньше был. Другое дело, что и в нашем языке он носит такую какую-то ограниченную несколько роль, такую очень точную очень конкретную роль, и используется относительно узко. А скажем, в немецком языке Шульд – это и вина, и долг. И когда немножко подумаешь на эту тему вина и долг, сразу понимаешь, что это очень тесно связанные категории вина и долг. И, значит, вину надо искупить, её покупают, так долг надо отдавать. Тоже в какой-то мере искупать или выкупать. Там что-то дал в долг, потом выкупаешь. И, конечно, это идёт в глубокую древность. И, скажем, в древние законы. Ну, древнейший, скажем, закон Толеона. Око за око и зуб за зуб. То есть, раз ты виноват, ты выпил кому-то, выбил кому-то зуб, значит, тебе тоже зуб, изволь расстаться со своим зубом. А уж если кого-то убил, значит, и тебя убьют. Поэтому одна из заповедей у Моисея, да это до Моисея было задолго, до Моисея известно – не убей. Почему? Потому что ты убьёшь, тебя убьют, родственники убитого. Теперь родственники убитого тебя убьют, твои родственники будут этих убивать. Начнётся вражда родов, потом родов окажется мало. двух этих, значит, нужно привлечь другие рода. Кончится это самоистреблением племени. Поэтому, конечно, в своё время это было великое поважение, великий закон – не убей. И там и другие ведь заповеди, они тоже такого рода, такой подосновы. Скажем, не прелюбодействуй, если ты чью-то жену соблазнил, тебя ж убьют тогда. И начнётся то же самое всё. Поэтому, значит, это древние такие законы, древние связи. И в Библии они глубоко осмысленны. Буквально сегодня, размышляя перед лекцией, я думаю, какая самая большая ответственность за проступок или за грех, или за какую-то вину? Какая самая большая ответственность? Несут ответственность. Какую самую большую? Смертная казнь. Смертная казнь. Это первое, что приходит. Смертная казнь. Но, вот сегодня мне пришла в голову мысль, ещё она недостаточно так уложившаяся, но вот вдруг я осознал, что ещё более суровая была ответственность в религии осознанно, в том числе и в Ветхом Завете, Господь пришёл к Содому и Гаморе, хотел их дать им ответственность, дать им вину, там где-то у Соломона, по-моему, дай мудрому вину – и мудрее станет, и это точно. Умному человеку укажешь на недостатки, и он поймёт и исправится. А глупому ему бесполезно это говорить, и даже вредно. Да, так вот подошёл Господь к Содому и Гаморе и говорит, если есть в этом граде сто человек праведников – прощу. Побежали отцы города, искали, искали, не нашли. Ну ладно, говорит, хоть десять. Побежали, искали, не нашли. Ну ладно, хоть пять. Побежали, искали, не нашли. И что сделал Господь с этими городами? Да, спалил, горы спалил, города – два города, а два – это уже некоторая множественность, символизирует множество. Вот ответственность. И не знаю, как осмыслить это, но тут же пришла ассоциация. То есть вот наши такие ровесники старшие, при их жизни были тоже спалены два города. Помните такой сюжет? Ядерным оружием. Ядерным, да, ядерным. Сожгли два города – Киросима и Нагасаки. И думаешь, ну вот за что же людей-то? Или вроде… Что, разве они виноваты? Ну, конечно, в юридическом, или даже моральном, или ещё в каком-то смысле не виноваты. Но Япония-то – она одна из начальниц войны, из инициаторов войны. Она участвовала в наступающей стороне, и в результате этой войны погибло 50 миллионов человек. 50 миллионов в войне-то погибло во Второй мировой. Так что вот такие ассоциации, я говорю, что вот они пришли так внезапно с этой темой, неосмысленные, я не хочу дать какие-то рецепты или выводы здесь какие-то сделать. Я просто хочу призвать вас задуматься, что вот вопрос «кто виноват?», он непростой, и вина – значит, это дело что-то такое общее, серьёзное, глубокое. И Герцен, он натолкнулся на неё и с такой молодой страстью это попытался описать. И у него получается, что… Ну, в общем, все виноваты там по сюжету. Значит, ты, главный герой этот, Бельтов, приехал из-за границы, у него три тысячи душ, ему вроде делать нечего, решил вот исправить нравы, государственность, пошёл в депутаты. В депутаты он, конечно, никуда не попал. Почему? Потому что никто его тут толком не знает, никакой у него такой популярности, известности нет, поэтому он пошелестел, пошелестел в сухих вениках и остался ничем. Но за это время познакомился с семейством и развернулась у него любовь с женой, значит, учителя, и вроде уже взрослый человек к 30 годам спрашивается – что тебе там делать в семье? Там жена, муж, ребёнок, ну там попил чайку раз, там побеседовал, но другой – какие могут быть романы, иди своей дорогой. Значит, ну вот, он не таков, поэтому и он виноват, жена – тоже у тебя муж, ребёнок, занимайся своим семейством, забойся, чтоб все были здоровы, сыты, счастливы. Нет, вот что-то там она нехотя немножко, но откликнулась на это дело. И так всех перемирает, все герои так или иначе, значит, они задействованы вот в этом распаде семьи, опять в выезде за рубеж этого Вильтова, и вот в такой картины. И Герцен-то, он нас подводит к чему, что это вот общество такое, это середина 1840-х годов, это вот царизм, он уже на стадии разложения, уже всё у него разваливается, и семья, и люди, и дети, и он там приходит, значит, к репрессиям против вот этой молодёжи герсоновского поколения, и против молодёжи типа герсоновской, которая, значит, смотрит на Запад, они такие, как вот нынешние либералы, Украина, Европа, или как они, Европа. Вот так и те, значит, вот они смотрели на Запад. Или другая партия, другая группа молодёжи, славянофилы, они вот за прошлый быт, они ругают Петра I за то, что он ввёл тут многие европейские порядки, и всё равно царь их гнобит, то есть они ему тоже не нравятся, тоже он их там, так сказать, прессует. И, в общем, жизнь разваливается, и Герцен он это и фиксирует. Ну и сегодня мы-то с вами, находясь в ситуации разрушенного Советского Союза, в ситуации, значит, разбитого коммунизма, мы вот это очень остро ощущаем, что вроде никто не виноват лично, индивидуально, или наоборот, значит, склонны товарищи указать, кто именно виноват, и скажем, к какой-то аудитории спросишь, кто виноват в разрушении СССР, тут нам сразу скажут, кто. Коммунисты – это уже обобщение. Горбачёв виноват, или другие – не, Ельцин виноват, третий – не, Ельцин и Горбачёв вместе, четвёртый – там, коммунисты, пятый – виноват, это вот Хрущёв, которые боролись со Сталиным, вот они виноваты. А уж нынешние, особенно правители, особенно самые главные, вообще до маразма договорились, виноват Ленин, оказывается, большевики – виноваты, заложил Владимир Ильич бомбу под СССР, сначала он ядерную сказал, ядерную бомбу, это я сам слышал, потом там всё-таки эту ядерную убрали, ядерная в то время всё-таки это совсем нереально, заложил бомбу, оказывается, Владимир Ильич, поэтому Россия распалась, причём чем дальше, тем маразм круче, и тут он вообще пошёл в философию, изображает из себя такого мудреца, он уже мыслит цивилизациями, большими категориями, и большевики не только бомбу заложили, они хотели обобществить жён, прям так, это не стесняясь, на серьёзном форуме большевики, женщины хотели обобществить, но тут вот хоть стой, хоть падай, значит, он, как человек, закончивший два высших образования, причём одно юридическое, значит, прекрасно знал, что Владимир Ильич выступал против этого. В манифесте коммунистической партии Маркс и Энгельс разоблачали этот миф против коммунистов, они, значит, и говорят, что вот коммунистов обвиняют в том, что они предлагают обобществлять обобществление женщин. Это миф, коммунисты такого не предлагали, хотя в действительности жёны уже обобществлены, и они, значит, буржуа меняют жён, и таким образом последовательно живут со многими. Разврат, потом брак этот вот на финансовой основе – это и есть обобществление жён по факту. Ну а, значит, ещё более, кто изучал философию, тот знает, что у Платона есть такое основополагающее произведение о государстве, и мысль эта принадлежит Платону на самом деле, не кому-нибудь, а Платону. И Платон там говорит об обществе жён для сословия стражей, стражников, которые охраняют государство. У них жёны должны быть общие, дети должны быть общие, тогда у них нету личной привязанности к обществу и к жизни, и они более храбро сражаются за государство. И тут, конечно, технологически-технически, тут что-то есть такое. На самом деле, ну конечно, это утопия, это рабовладельческая утопия, хотя многие ранние утописты, но они в какой-то мере некоторые аспекты такого рода развивали. Но на коммунистов, я говорю, начиная с манифеста Коммунической партии, которую наверняка он читал, изучал дважды – и в одном высшем учебном заведении, и в другом в Москве. И вот так вот говорить о большевиках и на широкой аудитории, в том числе иностранную, вот это я не знаю, чем надо руководствоваться, чем он руководствовался. Поэтому и с этой стороны можно подойти и, стало быть, найти виновных вплоть до Владимира Ильича Ленина, и находят, как мы видим. Но я думаю, что вообще говоря, можно пойти и дальше. А именно, вот виновность, она тесно связана с причинностью, и иногда виновник отчисляется с причиной. Господь – виновник всех дел на Земле и творчества Земли, и космоса, и рода человека. Его иногда называют виновник – Бог. То есть, творец, творимый, создатель, причина этого дела. И мы рассуждаем, кто виноват в разрушении СССР или… Тема эта звучит по-другому. Причины разрушения СССР – это сейчас очень модная тема, в интернете обсуждается, и в собраниях, и где хотите. Но, значит, эту вот в сторону всё-таки. Почему? Потому что если есть какая-то причина разрушения СССР, если вдруг мы найдём одну причину, то сопротивление стало быть, оно как бы бесполезно, бесполезно. Ну, тут причина. А причина даёт действие. Что такое причина? Это действие, переходящее в само себя. Поэтому вся остальная деятельность человечества и человека тогда бессмысленна, если есть причина разрушения СССР. И если мы хотим открыть себе перспективу исследования в этом ключе, в ключе вот причина, то причину надо понимать как взаимодействие, взаимодействие предмета и дела какого-то. Как, скажем, дом загорается – причина пожара в чём? В спичке, которую бросили, или в охурке, которую бросили в доме? Короткое замыкание. Или короткое замыкание? Может быть, да, молния? Нет. Нет и нет. Почему? Потому, что коротких замыканий много, но не каждое короткое замыкание кончается пожаром. Не каждый раз, когда у нас падает спичка на пол, даже как бы мы не заметили, она упала, и она сгорела, и пожара не возникла. Пожар возникнет, когда спичка упала в такое место, которое её сумело воспринять. Тогда начнётся пожар. Если нету другого, пожара не будет ни от замыкания, ни от чего. То есть причин стало быть по крайней мере два, а дело тут стало быть не в причине, а во взаимодействии предметов. И надо смотреть взаимодействие. А когда вы начинаете рассматривать взаимодействие, вы в каждом случае видите, что там они проникают друг в друга, и имеется налицо некоторая спутанность причин и следствий. Запутанность причин и следствий. Как там это всё возникнет на самом деле? Это нужно целое исследование проводить в каждом данном конкретном случае. Поэтому, ну, имеет, конечно, какой-то смысл говорить о причинах. И то причиной были, значит, и Ельцин, и Горбачёв, значит, ещё там что-нибудь. Но и мы с вами, я вот лично тоже был причиной нарушения СССР. В чём моя вина? В том, что я недостаточно активно боролся с Горбачёвщиной и с Ельцинщиной. Много я сил положил. Вот свидетели товарищ Тюлькин, Терентьев был, вот товарищ Журавлёв. Это наш коллега по газете Народная правда и Фонду Рабочей Академии. Журавлёв Андрей Алексеевич. Это вот я собрал. Это я нашёл его старую статью, мы её подготовили в Народной правде в 2006 году для опубликования. Но случился там пожар в редакции, и в этой неразберихе рукопись затерялась, и так как-то она не была опубликована. Теперь вот она нашлась, и вот я опубликовал рукопись. И, среди прочего, в этой аудитории полезно вспомнить одну цитату отсюда. Читаю. «Инициативу по проведению инициативного съезда поддерживают и тянут на себе всю организационную нагрузку ленинградские лидеры заводских парткомов Виктор Тюлькин и Юрий Терентьев. Рабочую охрану по инициативе съезда, на инициативном съезде обеспечила рабочая дружина Петроградского района во главе со своим командиром Журавлёвым». Вот это вот командир Журавлёв. Да, то есть много мы боролись с Горбачёвщиной при Горбачёве, с Ельциным при Ельцине, в работу побросали, в какой-то мере, можно сказать, жизни положили Андрей потом заболел и вскоре умер. Но всё равно этого было недостаточно, этого было мало для той контрреволюции, с которой мы боролись. Поэтому вот этот вопрос, его можно, значит, распространить надолго и надолго и надолго. Все в какой-то мере виноваты, ну не все, но многие в какой-то мере виноваты. И те, кто делал, но делал недостаточно, кто не делал, тем более, и уж тем более, кто помогал буржуазии разрушать Советский Союз. И в этом смысле, конечно, они первые виноваты, первые ответчики – это предатели партии и государства, это враги народа в точном собственном смысле слова, таких как Горбачёв, Ельцин, Яковлев. И вот, скажем, роль Яковлева, чем дальше, тем она больше проясняется, как такого мерзавца, выдающегося мерзавца, который своей такой подлостью, своим предательством превзошёл и Иуду, и Герострата. Герострата все помнят? Да, и, по-моему, я вспоминал уже, был такой Пичушкин, поп в этой аудитории, но я его иногда вспоминаю, что вот он выступал у нас, я как раз вёл митинг на Дворцовой, и он прям подошёл к машине, с которой мы митинговали, попросил слова, значит, и вот я предоставил ему слово, и он говорит, что вот зря его с Геростратом-то сравнивают. Герострат-то он один только храм разрушил, а Горбачёв ведь разрушил тысячи храмов и домов. Набрасно вот его сравнивают с Иудой-то. Иуда-то ведь предал только одного человека, таким вот голосочком я пытаюсь передать, таким тихим, скромным священником, да. Только один, он одному человека предал, а Горбачёв-то ведь 300 миллионов. И говорит-то он тихо, на площади, площадь тишина. Да, так что, конечно, вот искать конкретных виновных, но можно очень много найти, в том числе, я говорю, и в нас с вами, если покопаться, то и в нас можно найти те недостатки и ту вину, значит, которую мы в этом смысле несем. Значит, многие, но если мы здесь только в этих категориях будем осмыслять, значит, кто виноват и почему разрушился СССР, то, скорее всего, мы, конечно, ни к чему не придём. То есть так и останемся здесь вот в категориях вины, ответственности, вины и наказания. И ответственность-то вот у меня прозвучало, и кто понесёт ответственность за ту или иную вину, и это слово мне почему-то часто начало вспоминаться и врезаться в произведениях Владимира Ильича. Сейчас я как-то перечитывал некоторые вещи ленинские и удивился, что он ведь постоянно говорит об ответственности. Вот после революции, значит, повышать ответственность, назначить ответственных, спросить. Так, в общем ответственность, 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 и действительно вспоминая вот уже свою жизнь, у меня ощущение, что вот ответственность и чувство ответственности у массы окружающих меня людей, вот она как-то всё снижалась, снижалась, не снижалась. И, наконец, вчера или позавчера был юбилей 90-летия нашего известного режиссёра Масленникова, позавчера, по-моему, и в небольшом буквально интервью, минуты, наверное, не было, прозвучало, я напомню, что он создал фильм, знаменитый «Шерлок Холмс», который стал мировым таким шедевром, и даже в Англии памятник им с Ватсоном поставили, как лучшим Шерлоку и Ватсоном. И вот этот Масленников вдруг, вот в этой маленькой минутной речи вспоминает «Зимнюю вишню», «Зимнюю вишню», я помню, я начал смотреть, смотри, какое-то мещанство какая-то такая, муть голубая, розовая, да, бабы там какие-то никчёмные, и мужик этот тоже совершенно никчёмный, и вдруг он вспоминает, я так удивился. О чём этот фильм, да, я так встрепенулся, о чём задумался мгновенно и не смог ответить себе, а он тут же скоростью отвечает, и я удивился его ответу. Ну, близко, близко, ответственности, да, конечно, близко тоже близко, но он совершенно жёстко сказал о мужской ничтожности. Да, 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 у него-то получается, что вот все мужики там безответственные, ничего не делают, одни там женщины, и всё там на женщинах, и дети, и кухня, у него так получилось, но я склонен ему это извинить, как художник, он художник, вот его дело показать, и он это показал, а уж наше дело, значит, что мы прочитаем в этом показе, что мы из этого вынесем. Вот я этого не вынес тогда, но сейчас я с ним согласился, да, действительно, это о мужской ничтожности, не в том смысле, что все мужики ничтожны, не в этом смысле, а в том, что их много уже было в то время, вот эти 70-е годы прошлого века. Вот такие никчёмные, непутёвые, несерьёзные, вот и с женой у них, значит, нелады от жены, он бегает к любовнице, с любовницей он нелады у него, он бегает с женой между ними и между всеми, и что-то изображает из себя, и изобразить не может. говорит, действительно, о ничтожности, и это было широким явлением тогда. Так и на Горбачёва посмотришь – это вот ничтожество, ничтожество, как он пролез туда, да, о ничтожности, о мужской ничтожности. И в этой связи, значит, размышляя и соглашаясь с ним, и извиняя его за излишнее обобщение, вот о которых я сказал, что все мужики были дельные мужчины и были дельные женщины, вот. Но я вспомнил Гегеля. У Гегеля есть размышления о переходе юности в мужество, превращении юноши в мужчину. И Гегель говорит в «Философии духа», что когда вот этот переход затягивается, и юноша не может определиться с профессией, с выбором жизненного пути, он приходит и Гегель пишет по-латински, по-немецки у него не получилось, он приходит к импотенции, вызывая в нас вот это ощущение в несмысле, там половое, полового бессилия, да, не в этом, конечно, смысле, хотя у нас импотенция, она именно, как правило, понимается в этом узком смысле, а к такой невозможности, к неспособности в серьёзном социальном смысле, он не может стать мужчиной. Почему? Потому что не нашёл он работы, не нашёл жены, не нашёл жены – не нашёл семьи, не нашёл семьи – не нашёл детей, не нашёл детей. Другое дело, что, конечно, бывают разного рода случаи, бесплодие, болезни – это всё понятно, или общественная деятельность большая, или ещё что-нибудь, несчастные случаи. Но речь не об этом идёт, а речь идёт о том, что вот этот переход – это важный пункт в жизни мужчины и женщины. Переход из подрастающего поколения во взрослые – это серьёзная проблема, и она стала в XX веке серьёзной социальной проблемой не только в СССР, но и во всём мире. Например, один из её аспектов – скажем, в XIX веке, как правило, 18-22 года девушки, юноши определяются с семейной жизнью. В середине XX века – 24-26 лет, в конце XX века – 26-28-30 лет. А в XX века – я знаю нескольких мужчин, что 35-40 лет они ещё не определились в этом смысле, и это становится тоже большой проблемой социальной, общественной. Почему? Потому что когда человек определился в этих делах, дальше у него идёт раскрытие того потенциала, который у него есть. А если он не определился с этими вещами, он тормозится в своей жизни и становится таким неспособным для больших дел, а тем более государственных, а тем более политических, военных. Какой воин? Какой вояка, если он в душе, в сознании, он пацан, ребёнок, он не стал взрослым мужчиной, не стал взрослым человеком. И, значит, вот когда я это всё продумал, я понял, да, действительно, Масленников прав, что вот это фильм о мужской ничтожности. Другое дело, что нужен ли вообще такой фильм? На тот момент. Да даже и на тот момент. Я думаю, что это вот копаться в этих импотенциях и прочее, ну это, конечно, можно и кому-то это интересно, но всё-таки главная миссия художника, она позитивная, да, дать позитив образец, а какие мужчины хорошие есть, с кого, взять пример, делать жизнь, с кого, вопрошали нас великие поэты и давали эти образцы. Ну и вот эти вот размышления и информация сопряглись у меня чтением, это я уже из другой вопрос исследовал, чего же ты хочешь, и как раз вот в эти дни читал стенограмму двадцатого съезда КПСС, и там тоже вычитал много интересного, которое не вспоминается, обычно не вспоминалось и не вспоминается, потому что вот не ставились так вопросы. вопросы, а я сейчас так поставил вопрос, и ответы, они вот вылезают, ты на них натыкаешься, что товарищи задумывались и отвечали, и нам эти ответы, собственно говоря, предоставляют. читаю я речь Шолохова Михаила Александровича, знаете все, нашего великого писателя, лауреата Нобелевской премии. там, значит, Хрущёв так это намекает легонько, что вот не отстали ли писатели от жизни, а Хрущёв, значит, уже понимающий политику, а Шолохов, уже понимая политику Хрущёва, значит, пытается на этой игре ему кое-что вернуть, и ввернуть, и вворачивает. говорит, так это хитренько, по-крестьянски, но, Никита Сергеевич, вы очень добры к нам, вы очень культурны, вежливы, говорит, что вот мы вроде немножко отстали от жизни, не может отстать от жизни тот, кто с ней связан, а наши писатели, они уже давно оторвались от жизни, все писатели, и говорит, три тысячи, три тысячи восемьсот писателей, и там триста с чем-то человек кандидатов в писатели, ну, в общем, три с половиной тысячи бездельников оторвались от жизни, и говорит им, писатель, чтобы писать, должен быть в гуще, в народе, значит, на производствах, а если он не производствах, что он может написать – высосать из пальца, а если бы они на производстве были, они бы были как Кочетов, а Кочетов я вам говорил в прошлой лекции. Кочетов-то, он поработал на верфи сам, до этого ещё всерьёз поработал, поэтому у него и получился хороший, значит, и роман, и фильм «Большая семья». Говорит, если бы московские наши писатели были бы на производствах, они бы вперёд, чем Кочетов вспоминает, написали бы такого рода романы. То есть, вот он где отрыв от жизни, вот они где ничтожество, где рождается. А чего ж спрашивать от какого-то инженера, который вот так запутался, значит, своей жизнью и влечёт, и ведёт эту бездарную такую, примитивную, пошлую жизнь. Так что, как видите, вопросы, они вроде бы простые, кто виноват? А они выходят на очень большие проблемы и требуют больших обобщений. Вот я пока не чувствую себя в силах, значит, таким обобщением. Но, во всяком случае, сделать их мне хочется. Так это вызывает желание сделать что-то такое обобщающее, написать что-то в этом смысле. Так что это действительно большая проблема, что большая масса интеллигенции, она превратилась в ничтожество. Ну и интеллигенция, ладно, но она же воспитывает, учит и лечит народ, учит и лечит и воспитывает рабочий класс, учит и лечит, воспитывает крестьянство. И рабочий класс, он тоже в какой-то мере был заражён. И, скажем, Кочетов и в Журбиных, и вот в этом романе он, значит, пытается найти вот эту рабочую стезю. И, скажем, в фильме-то у него довольно хорошо получилось. Но мне-то кажется, что ну как-то немножко там приукрашен. Там прямо уж такой коммунистический сознательный быт. Такие все люди серьёзные, активные. Наверное, такие были. Но как обобщение, я думаю, что уже это было так это поздновато. Хотя нужны были и очень позитивные герои, которые бы помогли молодым людям строить жизнь в соответствии с какими-то идеалами. Хотя многое делалось в обществе для того, чтобы молодёжь, она стремилась к чему-то такому возвышенному, высокому, серьёзному, коммунистическому. И, скажем, вот из моих ровесников-то, одноклассников, все там мечтали – будем моряками, там, с лётчиками, там, ещё какие-то. Такие героические профессии всё. Значит, мечтали выбрать, хотели так активно участвовать в жизни. Но не у всех уже получалось. Почему? Потому что сама ткань жизни, она уже была поражена. Она уже была поражена ревизионизмом, оппортунизмом, антисоветчиной и скрытой буржуазной борьбой. То есть буржуазные силы уже мобилизовались, организовались очень сильно, имели уже свои ассоциации, а мы оказались дезорганизованными, почему-то сверху организации серьёзной не было. Вот такие обычные текущие речи, обычные текущие собрания, особенно профсоюзные, я думаю, что все вспоминают. А серьёзной какой-то организованной работы и борьбы, тем более борьбы с буржуазией не было. А уж когда после 1961 года отказались от понятия и политики диктатуры пролетариата, дело приняло совсем скверный оборот. И опять-таки вот сегодня, размышляя на эту тему, как-то по-новому прочитываешь и Маркса, и я в частности. Вроде тысячу раз прочитан, ну не тысячу, но десятки раз прочитан, критика ГОСКОЙ программы. В том числе часто цитируют место, где Маркс говорит, что есть переходный период от капитализма к коммунизму, и государством этого периода не может быть ничто иное, как… Неправильно. 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 Что? Неправильно. Вот я вам про это и говорю. И мы виноваты, что вот диктатура пролетариата. Да, государство диктатура пролетариата – неправильно. Мы здесь бьёмся 30 лет над тем, что Ленина, Маркса, Энгельса надо читать буквально каждое слово, каждое слово у них несёт определённую нагрузку. Почему? Потому что у них не слова, а понятия строго выверенные, используемые в одном и том же смысле. Это закон тождества, открытый ещё Аристотелем. Аристотель настаивает, что этот закон должен непреложно исполняться. Так вот, откройте, это страница 27-го четвёртого тома собраний. И государством этого периода не может быть ничто иное, как революционная диктатура пролетариата. Революционная. Бывает, конечно. Почему? Потому что революция продолжалась до середины 30-х годов. Переходный период – это социальная революция. Идёт борьба по принципу кто кого. И вот, когда построен социализм, то революция закончилась. И революционная диктатура пролетариата закончилась. Но диктатура пролетариата, конечно, не закончилась. Об этом и речи нет. Пока не будет построено коммунистическое общество. Теперь, даже пролетариата-то уже нету. Вот закончилась, и пролетариата больше нету. Пролетариат сам стал господином, собственником всех средств производства. Нету его больше, пролетариата. Есть рабочий класс. Но мы не говорим «государство – диктатура рабочего класса». А мы говорим «диктатура пролетариата». Потому что это тип государства, не общества, а государства, в котором власть осуществляется организованным производством, рабочим классом до полной победы коммунизма, когда никаких классов не останется вообще. Даже этого рабочего класса, который уже не класс в собственном смысле слова. Потому что классы есть как рефлексия общества, как борьба классов. Когда победа закончена, классы в собственном антагонистическом смысле заканчиваются. Поэтому остались классы с отпечатком буржуазности во всех сферах. Вот нас в молодости в школе учили в пережитке в сознании людей. И это вот тоже, это грубая ошибка была. И тоже связанная, видимо, с Хрущёвщиной. Если только в сознании, это полбеды бы. А она на всех сферах жизни общества, и на каждом человеке. Начиная с Хрущёва, а в Хрущёвах, как выяснилось, значит, в обилии. И кончая нами. Так что вот эта тема, и вот эти наши авторитеты, русские мыслители, думали глубоко, и нам сегодня помогают осмыслить наши проблемы. И вот выводят нас на такие, значит, новые выводы. Поэтому я призываю не бросать Герцена в 19 веке, не бросать Чернышевского в 19 веке, тем более Кочетова. А изучать их, придумать, сравнивать с нашим временем и с их помощью понимать и проблемы нашей жизни. Вот на этой оптимистической ноте, мне кажется, можно было его закончить. Вопросы нет, есть записавшиеся на выступление. Но не то, Степан Сергеевич, пожалуйста. Благодарим Александра Сергеевича за глубину, так сказать, изложения. Тем не менее, несколько критических замечаний. Прежде всего, в основу лекции была положена работа Герцена или его вопрос «Кто виноват?». Надо заметить, что Маркс достаточно критически отзывался о Герцене, как и мыслительно. Очень критично. А наоборот, Чернышевский в его представлении был действительно самородком русским. Который стоило изучать и который имел очень большой потенциал. То есть, первое замечание – почему Герцена? Почему именно сейчас надо его вытаскивать на щит? Своим вопросом «Кто виноват?». Дальше Александр Сергеевич начал отталкиваться от библейских заповедей. Видимо, полагая, что они незыбные. Исходные. Исходные, да. Хотя сами по себе, с мастеристической точки зрения, заповеди не просто так же появились. Они отражали определенный способ производства того времени. Отражали его в каких-то положениях, в взаимоотношениях между людьми. Ну, не убей – это понятно. Это относится ко многим укладам общественно-экономической формации. Такой универсальной, можно сказать. Но не при любодействии. Вот достаточно много внимания уделено было этому в разных интерпретациях. А как появилась работа Энгельса «Происходение семи частной собственности государства»? Он тоже рассматривает эти вопросы. Не при любодействии – это уже результат отцовского права. Когда появляется разделение, орудие труда можно наследовать. Возникает класс. И сама Библия написана, когда возникло государство уже. Все это эпоха государства, это рабовладельческий строй. Это мировоззрение раба вообще отражено. И вот, так сказать, некие нравственные там устои, переработанные господствующим классом в своих интересах. Здесь лучше всего почитать работу Эрика Фрома «Иметь или быть». Вот он анализирует с материалистических позиций вот эти религиозные постулаты, да, и исследует их. Это очень интересная опознавательная работа. И о психологии человека как такового. Потому что мы выделились из животного мира, и каким набором качеств мы обладали, что позволило нам выжить в этой среде и стать, так сказать, тем, кем мы стали на данном этапе. И как вот этот современный способ производства, эксплуататорское общество, да, и капиталистический способ производства уродует человека. Он рассматривал уже психиатр был. Многие не выдерживают. Если взять, например, статистику клиник психиатрических в Советском Союзе и в Соединенных Штатах Америки, там на порядок больше было. Почему? Не потому что они заботились о психическом здоровье человека, а потому что капитализм уродует человека, уродует его психику. То есть вот это все надо... Эрик Фромт там рассматривает, посчитайте. Поэтому вот здесь совершенно верно, Александр Сергеевич сказал и критиковал Путина, который приписывает, что большевики хотели обуществить жен, и указывает, что это... На эти вопросы уже отвечал Маркс с Энгельсом в манифесте. А какая должна быть современная семья? Маркс говорил, что вот это должны решить уже свободные люди, они сами решат. Не прелюбодействие это не есть такой термин, это вот сейчас для этого общества, что такое прелюбодействие. Действительно буржуазия обобществила уже во многом жен. Проституция, публичные дома, браки по расчету. Это и есть как бы уродливое вот это обобществление. Но может быть же свободное. Опять же опираясь на работу Энгельса, на происхождении семьи, какие были отношения между людьми в правообудно-общинном устрое? Это не моногамия, а полигамия. Поэтому мы сейчас не можем предсказать, какая должна быть семья в будущем. И не нужно этого делать. Что касается вопросов государства, разрушения Советского Союза и прочее, здесь тоже так узко, мне кажется, нельзя ставить вопрос, кто виноват. Надо исследовать причины и извлекать уроки на будущее. Так как это делали, так сказать, классики. Владимир Ильич, Маркс, исследуют, кто виноват. Борьба классов идет, ну как-то кто виноват. Так однозначно не скажешь. Поэтому сама постановка такая, вопрос, это не вполне, мне кажется, правильная. Ну так же, спасибо. Спасибо вам. Владислав Ильич, пожалуйста. Владимир Ильич, архитектур, военный урок. Тоже хочется извиниться, но начнем с несогласия. Было сказано, что если выяснена причина, то это делали бессмысленную борьбу. Выяснение причины не делали бессмысленной борьбу. Это доказала и Великая Отечественная война, и инволюция, и Карл Маркс. Всё строилось на выяснении причин. Очень хочется дальше согласиться с автором. Он начал с того, что сказал, что из виноватых я, прежде всего, замечательно. Нет, в том числе. Не прежде всего, а в том числе. Хорошо. А мы должны, следуя по этому пути, сказать, что мы, следующие, виноваты. Мы, правильно, недостаточной была борьба. Мы, следующие. Да, но недостаточность борьбы не является фатальным обстоятельством. Установление факта, что борьба недостаточна, свидетельствует только о том, что необходимо её нарастить, как это было в Великой Отечественной войне. Мы должны были нарастить борьбу. Мы должны были следующими, быть исполнителями практического дела, развития и завершения этой борьбы, победного. Мы почему сняли с себя ответственность? И тут автор выходит на очень важный вопрос. И про ответственность, и про превращение юноши в социально активного деятеля. И это прямой выходит на Герцена. И отвечает на вопрос предыдущего выступающего, дескать, зачем Герцен. А потому Герцен, что у него сказано об этом. У него выведен персонаж, стиль делателя, который делает всё, кроме главного, который в 30-летнем возрасте Бельтов оставался 16-летним юношей, который позабыл, а бесконечно пробуя начало и начало и начало, не выходил на исполнение своей роли и деятельности, забывая, что рядом с входом гладиаторов на арену уже выход, который уносят гладиаторов, а он всё не исполняет своего предназначения. Это прямую о нас и о тех не мужчинах, не делателях, не исполнителях борьбы и сопротивления. То есть и о нас, которые такими же партиями обзавелись, делателями, вождями обзавелись, которые не делают своего основного дела, а делают много, являясь и у Герцена этот термин. Многогранными бездельниками. У Бушкина бездельник деловой, у Бушина делократ, и они присутствуют среди нас. У Бушина как? Делократ. Не слышал. Написано. Бухина в положительном смысле. У Бушина термин делократ. Разоблачённый и правильно. А они присутствуют среди нас. Эти функционеры, которые делают всё, кроме главного, которые кажутся вождями, потому что они делают всё, 24 часа в сутки. Всё, кроме главного. Что является главным, тоже ясно. Это то практическое дело, которое ведёт к победе. У Ленина оно тоже названо. Ленин дал критерий пролетарской коммунистической партии. В одной фразе у него сказано, если ты, покажи мне свои политические стачки, если ты пишешь бесконечно о борьбе, разоблачаешь буржуазию, всё это признаки буржуазной партии, ты покажи мне своё дело. И на это дело мы тоже не вышли. Мы его знаем. И те, кто уклоняются от этого, бесконечно заявляют, не готов, рабочий класс подразумевается. Да, в общем, и понятно, что я не готов в 30 лет, и мы все якобы не готовы, почему-то это навязывается и нам, не исполняется практическое дело 30 лет, мы в положении того 30-летнего человека, который с 16-летним юношей всё начинает и начинает, и вечно не готов, не выполняя своего исторического предназначения. Этот персонаж развенчан у Герцена, этот персонаж не развенчан у нас. И продолжает быть во голове дело, которое он губит. Ну и последнее. 61-й год, ну дальше, собственно, не так важно. Главное то, что Герцен – это про нас. И главное, что мы должны приступить, мы, наша ответственность, на нашем поколении тоже лежит ответственность. Наше поколение тоже имеет свою обязанность и долг перед жизнью. Мы должны были выполнить это дело, а мы его 30 лет не выполняем, потому что у нас такие же вожди – Горбачёв, Ельцин, Сюганов и самоназванные вожди РКРП, КПСС, которые точно такие же. Ельцин употребляет слово «языкоблудие». Вот это и есть содержание наших современных вождей, которые не готовы и не готовы, 30 лет не готовы приступить к исполнению практического предназначения рабочей коммунистической партии, если они натянули на себя это название. Спасибо за обсуждения, за критические замечания. Они, наверное, очень полезны. И вот последний выступающий вызвал ещё одну ассоциацию на эту же тему. Я вспомнил в молодости, я читал Леонида Соболева, наверное, мало кто читал Леонида Соболева, был такой хороший советский писатель. Это «Капитальный ремонт»? Совершенно верно. Хорошая была книга, и в молодости она мне попала. И там меня удивила вот какая мысль. Я там тоже был моряком какое-то время, и он мне был близок. И он говорит, есть два рода лентяев. Первая – просто лентяи, а вторая – вот они сделают всё, лишь бы не делать глоб. И я тогда по себе заметил, что вот я иногда тоже главное оттягиваю вот этим позаниматься, и этим, и это вроде надо, а за главное что-то всё не сесть. Причём иногда вот сейчас уже во взрослом состоянии, иногда ловишь себя на мысль, что надо бы вот сесть писать вот эту статью, но вот и то надо сделать, и всё надо сделать, и пятое, и десятое. И так вот целый час на пенсии хорошо, целый день пройдёт, так до главного и не дойдёт. И, конечно, тут нужно специально тренировка и самосознание, чтобы от этого избавляться. И я-то это знаю с молоду, поэтому я-то ловлю себя на этом, и как бы отрицаю сознательно, волевым образом. А многие, конечно, они этого не делают, и сделают много, но не главное. Ну и что касается наших партийных дел, особенно, скажем, практической деятельности, и это у нас такая не сильная сторона, но она от нас мало зависит. Чтобы практика наступила, нужно специфическое возбуждение общества, специфическое возбуждение масс, готовность, их зрелость. И, скажем, Владимир Ильич воспитывал массы вместе с партией 20 лет. Он начал свою борьбу в ранних 20-х годах, и только в 47 лет, когда им было, совершилась революция. Мы этой борьбой занимаемся, вот книжечку я вам показал, значит, 30 лет этим делом. В том числе Виктор Аркадьевич Тюлькин, это вот года с 89-го они включились в активную борьбу с Горбачёвщиной, а это немало – бороться с лидером властвующей партии. Это сейчас там с Путиным проще бороться. А тогда выступить против Горбачёва – это было нужно большое мужество, и они этот шаг сделали, и 30 лет. И то, что успехов мало практических, это не от них зависит, а это зависит, во-первых, от состояния общества, во-вторых, от состояния класса, и в-третьих, что эти товарищи, учась в советских университетах, учась в школах КГБ, они общество наше знают так же хорошо, как мы с вами. Мы знаем марксизм, и они знают марксизм. Только они где надо, они его извращают, и нас эффективно обманывают. Ну, не нас, массу. Эффективно обманывают. То есть, они очень вооружены против давления. И получается у них, надо сказать, очень хорошо, в обществе тишь, гладь, благодать, и голосуют за них. И стадо баранов. Да, а стадо баранов за ними спокойно идёт. И нам удаётся немного только людей более-менее просветить и более-менее поднять к делу. Ну, пока это не очень успешно получается. Но если выступить раньше, или сделать, так сказать, забастовку какую-нибудь раньше, это будет пустой выстрел, холостой выстрел. От него, кроме вреда, ничего не будет. Поэтому наше дело – советское просвещение. О советском просвещении я бы готовил книгу, вот на днях её получу из типографии, она называется «Советское просвещение в условиях буржуазного общества». Там, в том числе, и некоторые статьи, сделанные разделы из моих такого рода публичных выступлений. Спасибо, дорогие товарищи. До новых встреч. В нерабочие дни выходная, поэтому занятия будут 11 ноября. Борьба за режим рабочего времени выгодный для работников. Делегатурный российский комитет рабочих Сила Дмитриевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова